Шалом! Написано в Торе про новый дом. Крышу и перила. Ты должен сделать перила для того, чтобы не упал оттуда упавший. Так написано в Торе. Наши мудрецы объясняют, что тот, который упавший, ему уже предначертано судьбой. Небеса уже вынесли ему приговор, и он упадет. И почему от тебя требуется, чтобы не упал оттуда упавший, которому уже судьбой, как говорится, уготована вот эта горькая участь. Иногда это связано с жизнью человека, когда все вокруг уже говорят, он падает, его уже нет. Ты все равно делаешь перила и делаешь так, чтобы ты не явился этому причиной. Если это случится, это случится, но ты должен максимально себя окружить, потому что этого хочет Бог. На любом поприще, в любой ситуации ты должен знать, что иногда не остается выхода. Но даже в такой ситуации, когда выхода нет, когда все падает и все неизбежно, ты всегда можешь избежать самый страшный, фатальный исход. Надо сделать перила на любой ситуации. Постараться уменьшить риск, уменьшить ущерб, уменьшить все с помощью вот этих перил, потому что этого хочет Бог. Сам Бог, который говорит, я приговорил, но ты сделай перила. Сделай, я только воздам тебе за вот это стремление. Шалом-шалом.